Добрый день. Сегодня рассмотрим Faveroel. Это выдуманное название. Типология вина белое сухое, португальское. Регион Alentejo. Если я правильно произношу, это Южная Португалия. Производитель Aligria Vinho. Год урожая не указан, но судя по всему 2018-19. Стандартная винная бутылка, сертификация ДОК. Цена 11 рублей в Республике Беларусь. В РФ данное вино, конкретно это вино, не продается. Однако производитель представлен аналогичными винами. Все они в диапазоне 300-500 рублей. Что внутри? Состав конкретно этого вина я не нашел. То, что на этикетке написано Vino Verde, это вовсе не значит, что 100% это вино там есть внутри. Возможно, это такой купаж из легких португальских вин, похожих на него. Сказать это точно невозможно. Хотя очень похоже. Цвет бледно-соломенный, вино фильтрованное, содержит сульфиты. Вино сухое, легкотельное белое. Кислотность у него достаточно высокая. Пощипывает на языке. Слабая танин. Крепость 9,5%. Небольшая. Вино явно легкое. Травяной и цветочный запах свойственны этому типу винограда. На вкус зеленое яблоко, что тоже говорит о том, что это все-таки Vino Verde. Есть немного пузырьков, что является отличной особенностью этого типа винограда. Это вовсе не дефект. Их, конечно, меньше, чем, скажем, Prosecco. Давление в бутылке примерно одна атмосфера. Вино легкое, как по градусу, так и по вкусу. Такой летний вариантик. Официальный сайт производителя ничего про данное конкретное вино не говорит. Хотя подобные вина производят. В целом, дешевое летнее безродное вино. Особенных технических замечаний к вину нет. Ждать от него чего-то особенного не приходится. Тем не менее, как дешевый вариант на обед вполне подойдет. Опять же, крепость позволяет. Декантирование не требует. Средний бокал для белого вина вполне подойдет. Выбор блюд стандартный для белого вина. Паста, рыба, морепродукты сырые. Учитывая типологию вино, такую легкость и даже легкую игристость. Вот с морепродуктами оно хорошо будет сочетаться. А сегодня все. Всем спасибо.